Косёр! А теперь огонёк! Огонь! Какой? Маленький! А потом большой-большой-большой! Через игру и живое общение с повторениями и запоминаниями работу с мальчиками и девочками в детском саду номер 20 сотрудники городского отдела по чрезвычайным ситуациям строят только так. В группах есть малыши, имеющие некоторые особенности в развитии речи. Но спасатели подбирают такие игры, такие упражнения, в которых ребята не чувствовали бы каких-либо ограничений, а активно включались в диалог. Каждую неделю брестские спасатели проводят с ними занятия. Летом мы работаем со сборными группами, проводим развивающие тематические игры, напоминаем номера экстренных служб, а также алгоритм действий при чрезвычайной ситуации. Вообще группа безопасности – это давно опробированная форма работы с маленькими брещанами. Дети с удовольствием приобщаются к игре, получают новые знания, учатся принимать решения. Например, как позвонить в службу 101 и что нужно сказать, подняв трубку. Дети с особенностями отличаются тем, что у этих детей не так сильно развиты некоторые опознавательные способности. И получается, что для того, чтобы им запомнить основные правила безопасности, это нужно постоянно, ежедневно повторять. Для этого мы используем и метод наглядного моделирования, и разработали специальный бизи-борд. И если учесть, что эта группа существует уже целый год, то знания наших детей, конечно, уже очень сильно ощутимы. Вы видели сами, что пусть это была и сборная группа, но там присутствовали дети такие. Они хорошо владеют номерами телефонов экстренных служб. Они уже спокойно знают, что не надо паниковать. Они смогут находиться в такой ситуации. И самое главное, чтобы эта ситуация, конечно, не произошла. Бывают ситуации, когда адаптации и неформальные обучения нужны не только детям, но и взрослым. Эту тему сегодня активно развивает Центр поддержки онкопациентов во имя жизни. Вместе со специалистами Территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района они провели в городе мастер-класс по маловарению. Цель которого – сказать тем, кто болен, ваш диагноз не приговор, а тем, кто рядом, умеете правильно поддержать своих близких. Вы знаете, я за 25 лет трижды болела онкозаболеванием. У меня болели и умерли от рака мои родители. И это вся моя семья была. И когда ты получаешь поддержку от очень разных людей, ты вдруг совсем по-другому начинаешь ценить эту жизнь и людей, которые рядом. И вот когда это приходит, ты хочешь это объяснить всем, что нужно беречь друг друга, нужно быть и любить человека сегодня, здесь и сейчас, потому что его завтра может не быть. И это очень важно. Тяжелый диагноз разделил жизнь на «до» и «после», но не поставил точку на линии судьбы. Столичный некоммерческий проект помощи ищет людей, которые бы взялись за эту миссию в Бресте и дали шанс другим найти силы бороться дальше. Уже есть идея, как развивать это направление в областном центре. Оно будет основано на проведении необычных мастер-классов. Следующий, скорее всего, будет посвящен кулинарии.